Ибо непоконность есть такой же грех, что и вот Живот, и противление тоже, что ты делала поконность, за то, что ты отверг своего Господа, не отверг тебе, что у тебя не будет от своем над Израилем. Это 1 Царств 15-23. Но, вы правильно, что отказались, потому что... Она вас не так завел, у меня мысли были повесить. Пожалуйста. Это страшно. Вот рассказываю, и я вспоминаю, что происходило. То есть, это вот, я же начала видеть, давай только видеть, слыши. Из ваших родственников, кто этим занимался? Картом, гаданием? Мама у меня занималась картами, вот не... Вот и вас перешло, это все. Она как правилась перед смертью, ведущим? Так и выполнена жалко. А карты у вас сейчас дома есть? Нет, я вообще не знаю, как. Потому что из дома надо их все жечь. У меня нет карты. Ну, хорошо, что вы отказались, и Господь вам умеет слышать. Видите, как? Это страшно. Это вы правильно заметили, что это очень страшно, это опасно. Нет, ну, на самом деле, тем более, еще тебе показывают пальцем у виска. Но, я думаю, вот так людей с ума исходит. Да, а это дело заходит, чтобы погубить дезиномичство. Он погодит, погодит, потом один этап за этапом, и потом все. Или из окна выброшено, и повешаешь, и много сил. Мысли-то были. Реально были мысли, чтобы убить себя. Вот Олег, муж первый, его убили, и я перед смертью все это за полгода увидела. Что оказано было? Нет, пришла смерть, красивая, в черном, стучится. Я, значит, подбегаю. Олег прибегает, меня отталкивает, сам в дверь и встал. Этого сне было. И она ему ножом прямо через дверь в сердце. И он убит был через полгода ножом в сердце. Я ему это рассказываю, он говорит, а это тебе предупреждение. Я говорю, как предупреждение, может что-то изменить? Он говорит, а ничего не изменить, мне было два предупреждения, третьего не будет. Меня заберут. Ну, вообще, я начала же видеть вот тогда. И полгода я жила в муках, ну, я, конечно, в церковь ходила, Михайловская церковь, вот в Екатеринбурге, да, закрывалась иногда. Ну, и мне вот спокойствие пришло. Умилитворение, конечно, это Господь. Космосов, Он дал покоение, это радость, это билость, это Его великая любовь к Господу. И это надо цена. Не оставляйте Его благодарения. Ходите чаще, ходите, благодарите, соблюдайте заповеди. Каждый воскресный день идите, благодарите местность, совместное, молитесь общие. Благодарите Ходи. Мы все там просим Бога. Сегодня за мир молимся. Ведь мира нам, смотрите, сколько во всем вокруг, кругом войны, 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 войны. Ведь они вокруг нас. Ведь скоро придут, приступят и наши дома. Война. Это же беда, это бич Божий. И вот чтобы этот мир продлился, надо нам, верующим, молиться, крепко молиться. А мы спим, мы не ходим, мы не благодарим. А кто будет за нас благодарен? Ну, кто? Кто, кроме нас? Ходите, благодарите. А еще можно... Давайте, давайте. Значит, Василий, Мария. Мамушка, да? Да. Я глубокую верующую. О, что ты тогда сказали. Все, хорошо, помолимся за благороду. Все. Спасибо, Христос. А вот.